Здравствуйте! Мы продолжаем цикл наших передач программы «Православие. Русская литература», который вместе со мной ведет профессор, доктор наук Александр Николаевич Ужанков. И вот вторую передачу с нами вместе студентка МГИМО, факультета международной журналистики Стана Фильченкова. Александр Николаевич, ну вот мы поговорили в первой передаче о песне о купце Калашникове. Сегодня давайте разберем Мцири. Мцири – трагическая история мальчика-горца, увезенного с родины и отданного в монастырь. Он воспринимает жизнь в обители как плен. Не чувствуя в себе воли к монашеству, Мцири решается на побег. На свободе он наслаждается природой, встречает прекрасную грузинку и сражается с могучим барсом. Бой с барсом – это не просто схватка с животным, а битва Мцири с самим собой. Потерявший все силы, он уверен, что добрался до родного аула, но вновь оказывается у стен монастыря. Очень загадочное произведение Лермонтова и, наверное, советская, да и нынешняя российская школа и педагогические вузы – это такое произведение, которое максимально искажается, в которое смыслы лермонтовские подлинные максимально искажаются. Из Мцири делают такого свободолюбивого героя, который бросил вызов вот этой вот церковной тирании, который наконец-то побежал к свету, и трагедия, что он этого света, этой свободы не достиг. То есть цель Мцири – свобода, а подлинные смыслы авторские как раз затемняются и искажаются. Вот давайте об этом поговорим. Давайте. И я хочу здесь заявить одну очень важную тему, которая проходит, по сути дела, через все творчество Лермонтова. Тема «Дома и бездомья». Вот что есть дом? И вот как раз в этой «Поймы Мцири» Лермонтов показывает несколько домов, где бы мог бы находиться этот юный герой, а потом уже старик, но вот к чему он пришел, какой он брел дом, из чего ушел, или из какого дома он ушел, и к какому он пришел. С самого начала его лишили дома? Ну, это да. Его же взяли в плен? Конечно. Но тут я бы еще хотел бы подчеркнуть, что вот для Лермонтова эта тема очень важная. Да, земном дом или дом небесный? Дом временный или дом вечный? И в поэзии, в лирике у Лермонтова это очень частая тема. И вот здесь, во многих его поэмах, она присутствует. Но Мцири особенно, она наглядная. Перед тем, как перейдем непосредственно к анализу самого произведения, мне кажется, интересно сказать несколько слов по поводу названия. Несомненно. Не случайно первоначальное название Берри, с примечанием, что Берри по-грузински монах, было изменено самим автором в процессе работы над произведением. Казалось бы, наоборот, название монах побуждало бы публику еще больше читать это произведение. Как? Монах бросает вызов Богу. Однако здесь акцент ставится не на событийном, внешнем аспекте, а именно на духовном пути, в самом Мцири, послушника, который потом все-таки приходит к послушанию. Несомненно. И вот развивая и вашу тему, я бы еще тоже хотел добавить, поскольку в этом названии кроется еще один смысл. И послушный, и тот, кто находится в пути. То есть путник. Вот как раз путник в выборе своего дома. И как раз... Обретающий дом. Обретающий дом, да. Как раз Мцири, это же по-грузински именно не послушник, а еще не служащий монах, но уже монах. Да. Но избирающий путь, да, то есть вот тот дом, куда он отправится. И обстановка, в общем-то, интересная, как Лермонтов, но служивший на Кавказе, ее описывает. То есть вот когда все это происходит. Такой-то царь в такой-то год вручил России свой народ, и Божья благодать сошла на Грузию. То есть здесь мы видим, как Грузия вошла в состав России. Вот это вот большой дом. И как описывается? Имперский дом. Да. Она цвела с тех пор в тени своих садов, не опасаясь врагов за гранью дружеских штыков. Вот маленький рай, потому что цветущие сады – это прежде всего такой образ рая. И потом этот образ повторяется, потому что Лермонтов описывает, что виноград там рос на склоне, где был монастырь, а образ винограда – это и есть райский образ церкви. Это, во-первых, а во-вторых, виноград, виноградарь – это спаситель, виноград – это его народность. Это если уже говорить о символах христианства, которые здесь присутствуют. И вот мы знакомимся с мальчиком, которого однажды русский генерал из Горки Фрису приезжал, и ребёнка плену он вёз, и тот за ним мог, не перенёс трудов в далёкую пути, ну и вот куда его привозят в обитель. Для человека очень важен выбор. Человек свободен в своём выборе. И вот жизненный путь, который даётся Богом человеку, это как раз путь или к Богу, или от Бога. Русская литература на этом особо акцентирует внимание. И вот мы здесь видим, как Лермонтов тоже это пытается показать. Промысл Божий привёл мальчика в монастырь. И он бы мог бы остаться. А мальчик по своеволию хочет убежать от Бога. В том-то всё и дело. Он вовсе не герой, каким его рисовала советская литературоведение. Да и не только советская. На самом деле в нынешних школах до сих пор представляют Мацири как некого ароматического героя, бунтаря, благородного бунтаря почему-то. И вот смотрите, как показано. Был он крещён святым отцом, то есть принял крещение. Понятно, что горец был непонятно какой веры, а теперь крещён. И с шумным светом незнаком. Замечательно. То есть, да? Уже хотел в восцвете лет изречь монашеский обед. То есть, хотел стать Берри, но остался Мцирий. Да? Как вдруг однажды он исчез осенней ночью? Свобода выбора. И куда он попал? Тёмный лес тянулся по горам кругом три дня. Он ночью исчез среди тёмного леса. И вот испытания его будут все во тьме. То есть, смотрите, с крещением он обрёл свет, но он этого не понял. Потому что во младенчестве, а потом как его воспитывали, или точнее, как он сам рос в этом монастыре. Он рос послушником? Он рос, чтобы стать монахом? Или вырос ли он монахом? Нет. И поэтому он исчезает. Вот самый важный момент, когда, собственно, он должен превратиться из послушника монаха. Вы абсолютно правильно сказали в самом начале, что это как раз духовный путь. Вот Лермонтов хочет обратить внимание на этот духовный путь. Важный момент. Ведь он же бежит не просто в тёмный лес, он бежит в самый разгар тьмы, в грозу. И он говорит, что он был рад обняться с бурей. То есть, получается, он обуреваемый страстью, и на него находит затмение. Точно так же, как и задевается самовольный поход князя Игоря в слове о полку Игореве. Да, когда есть подсказка, то, что не нужно найти затмение, но олицетворение его гордыни. И вот здесь тоже, в общем-то, гордыня проявляется. Вы, в общем, хорошую параллель провели. И ещё возникает аллюзия образа, которая везде разбросана по всем произведениям Лермонтова – это образ демона. Вот это демоническое, которое проявляется в человеке. А Лермонтов остро это чувствовал, и очень вовремя, как раз в своё время, он это запечатлел. У Лермонтова все должны что-то выбрать. Под каким путём пойти. Здесь и выбор народа, потому что вначале он говорит о Грузии, которая добровольно, будучи православной державой, пошла под длань русского православного царя. И тем самым сохранилась. Совершенно верно, да. А вот эти горские племена вроде бы уже и к вере приобщили, крестили, а всё равно ложно понимаемая свобода, желание вырваться. Ведь надо заметить, извините, что я перескакиваю, он же странствовал, блуждал-блуждал, но, опять же, промысл Божий привёл его обратно к монастырю. Он так до дома своего и не дошёл. Он вернулся обратно к монастырю. А о чём это говорит? Вот смотрите, Божьим промыслом было осуществлено так, что генерал привёз его в монастырь, он там был крещён, он обрёл свой дом, но не понял, что это дом свой. И он будет искать, вот опять свобода выбора, он будет искать тот дом, который его. Во-первых, у него в памяти, в сознании отчий дом сохранился. И, собственно, у каждого человека, вот детство, и есть тот мир, райский, можно, мир, куда он стремится вернуться, никогда уже не может вернуться. Он только в своих мечтах, в воспоминаниях может вернуться в это детство, так сказать, в этот мир совершенства. Потому что как мы воспринимаем прошлое? Как нечто совершенное. Для Амцирии это тоже, естественно, мир совершенный, идеальный, можно сказать, вот тот земной рай, где хотелось бы ему пребывать. И это описание Лермонтовым не только вот этого романтического сюжета о судьбе Амцири, это ещё и проекция, и стареосовская, богословская проекция на судьбу этих горских народов. В том числе. Конечно. Наверное, самое точное в литературе XIX века. Да, можно с этим согласиться, конечно же. Но если уже мы возвращаемся к тексту нашей поэмы, то и вот той кольцевой композиции, о которой вы упомянули немножко раньше, смотрите, как Лермонтов выстраивает эту композицию. От келий душ и молит мечта звала этого отрока, то чудный мир, тревог и битв, где в тучах прячутся скалы, где люди вольны, как орлы, я эту страсть во тьме ночной вскормил слезами и тоской. Её пред небо и землёй я на ней громко признаю, и о прощении не молю. Это именно страсть. Вот. И потом вот этот путь искушений, когда он борется и побеждает Барса, это путь страсти. Там ведь ещё есть замечательный, совершенно образ змеи, который вболзёт с чешуёй. И три кольца это измени, и три будет этапа его вот таких... Нисхождение. Испытаний. Это испытание и одновременно нисхождение пространства временное. Несомненно. Он спускается. Он спускается вниз. Да, потому что... К тому же можно сказать, что образ змеи будет сопровождать его во время прохождения всех испытаний. Именно. Ведь не случайно даже девушка-грузинка будет двигаться, как змея ползает. Совершенно верно. Если монастырь наверху, наверху, то вот эти испытания и искушения происходят внизу, куда он спускается. По мере спускания вниз, до самой пропасти. Как бы в ад. Вот такие аллюзии. Он бы мог бы искатиться в пропасть, но вдруг очнулся. Если мы посмотрим на последний приют. Меня могила не страшит. Там, говорят, страда не спит. В холодной вечной тишине. Это тоже дом? Последний приют? Конечно. Могила. Значит, мы смотрим его путь. От чего? От монаха к могиле? Или мы смотрим этот путь от монастыря к могиле? Или мы видим этот путь от страстного человека, ветхого человека, к человеку новому? Там же покаяние, там же исповедь. Можно сказать, что исповедь – это и есть как раз кульминация его жизни. То, к которому он шел. Его истинная цель как человека, как христианина, можно сказать. Не три дня на воле, а именно путь к Богу. Конечно. И тоже немаловажно, когда вначале он говорит, старик, я слышал много раз, что ты меня от смерти спас. Потом он обращается, отец дай руку. Именно. Тут не столько результат его пути, сколько результат промысла. Промысл приводит его к подлинному и к истинному. Вот если человек отвергает свою волю, тогда сказывается божественный промысл на нем. И вот здесь Лермонтов показывает, как человек как раз-то творит собственную волю, страстный человек. И к чему это приводит. То есть, он становится одним целым со стихией, не с миром, творением Божиим, к армонии. Потому что есть удивительное описание этого мира у Лермонтова. Но даже эти горы... Я видел горные хребты, причудливые, как мечты, когда сейчас утренние зари курились, как алтари их выси в небо голубом, и облачко за облачком покинута на свой ночлег и так далее, и так далее. Гемоническое борься с промыслом. И страстное. И вот я... Я имею в виду страстье человеческое. И вот как удивительно Лермонтов показывает открытое небо, куда человек с Богом, куда человек может устремиться. В то утро был небесный исход так чист, что ангела полет, прилежный взор, следить бы мог. Мы так выходим, чистое небо, и видим, как ангел летает. То есть, смотрите, это какой должен быть чистоты человек, чтобы увидеть ангела полет. То есть, вот то, к чему должен стремиться человек. А этот молодой человек, этот юноша, страстный юноша, к чему стремиться? Вот мир, как дом, вот это вот описание сказал. И тут же, это шестая главка, так сказать, и седьмая, отчий дом родной, самый дорогой. И вот то, отцовский дом, и вспомнила, ущелье наше за кровом, в тире рассыпанный, аул, мне слышится, вечерние гулы, и так далее, и так далее. И вспомнил я нас мирный дом, и перед вечерним очагом рассказы долгие о том, как жили люди прежних дней, тогда был мир еще пустей. Смотрите, все время мир, мир, мир. Вот если бы было написание дореволюционное, то мы бы различали, какой мир он имеет в виду, мир материальный, или мир как, ну, тут, в общем, больше материальный. И хотя мирный дом, то есть, значит, покойный дом, то есть, покой в этом доме, потому что это уголок рая в сознании этого человека. А дальше, вот тот круг испытаний, ты знаешь, что хочешь делать я на воле? Жил, и жизнь моя без этих трех блаженных дней была бы печальной и мрачнее, без сильной старости твоей. То есть, для него переживание страсти, это и жизнь. И надо помнить, что три дня, проведенные Христом после распятия, здесь тоже есть некая аллюзия сошествия в ад. Конечно, конечно. А у него тоже сошествия. Уподобление судьбы человека Христовому крестному пути. Трехдневный путь – это, естественно, здесь есть полная аллюзия. И мир дом, узнать, прекрасна ли земля, узнать для воли или тюрьмы, и на это свете родимся мы. И я убежал. Откуда убежал? Из обители Бога. Нет, не из тюрьмы. Это для него сознание, это тюрьма. То есть, можно понимаемая свобода. Именно. То есть, это же обитель Бога. И чем он отличается, так сказать, его движение между бурным сердцем и грозой? Он-то стремился вверх. Для него образ дома, его родного, на вершинах, на вершинах гор. Он стремился вверх, а шел на самом деле вниз. И кому уподобляется? Якам, как зверь, был чушь людей и полз и прятался, как... Как змей. Как змей. То есть, вот кому происходит уподобление? Змею. Потому что он искусил его. Мы же с вами говорили, русская литература идет или к Богу, или от Бога. То есть, вот это вот борение. Вот как змей, то есть, подобляется ему. И когда он, скажем так, первый раз остановился, на краю грозящей бедной лежал, где выл, крутясь, сердитый вал, где туда вели ступень и скал, но лишь злой дух по ним шагал, когда низверженный с небес подземной пропасти исчез. То есть, куда ведет чувственный порыв? Вниз. В бездну. Куда был сброшен как раз тот, кто возгордился и выступил при тем Бога. То есть, это дом злого духа. Ну, и образ девушки, образ грузинки, это тоже искушение, это такой чувственный образ, к которому он стремился. Это то земное, к которому греховный человек, ветхий человек, стремится. А с другой стороны пробуждается на краю пропасти солнце. Кругом меня свел Божий сад, растений радужных наряд, хранил следы небесных слез и кудри виноградных лоз. Вот как описывает Лермонтов вот эту чудную природу, этот мир. И снова вслушиваться стал к волшебным странным голосам. Они шептались по кустам. Вот возвышенное и земное. И одновременно борение демонического и ангельского в человеке до Достоевского, кроме Лермонтова, не было вот такого максимального, парадоксального. Вы правильно заметили, потому что Достоевский как раз выйдет из Лермонтова, из вот этой бинарности и человеческих поисков, да, и раздвоения человеческой личности, то есть божественное и плотское, духовное и материальное. И у Достоевского это будет... Ну и в повествовании то, что Бахтин называл диалогизмом у Достоевского, у Лермонтова уже это и есть диалогизм автора героя. И вот по мере того, как страсти раздрастается, с крутых высок спустился вниз, да, то есть вот опять же-таки как колобок, да, покатился по наклону. То есть вот и здесь мы видим эти новые искушения. А какое? Вот выбрать Элюмонезмония на девушку, да, как она скользила меж камней, да, как змея. Делается удивительный акцент на ее глазах. И кажется, что они способны отговорить Мцири от его греховного стремления, от его страсти пробраться куда-то к себе в тот далекий забытый дом. Это невозможно. И он катится в пропасть. А он, наоборот же, мог остаться с ней, создать семью, создать свой собственный дом. Ну, это созидание. За что я люблю древнерусскую словесность, за детали. За что я люблю русскую классическую литературу, за детали. Смотрите, вы правильно заметили. И мрак ее очей был так глубок, так полон тайнами любви, что, думаю, пылкие мои смутились тайнами любви. Бог есть любовь. Это с одной стороны. Но есть еще и любовь мужчины и женщины. Подсоединение чувственного, греховного. И высокого максимально. Вот через деталь в одном человеке, в девушке. Совершенно верно. Но еще одна деталь. Она спускается к сакле, открывает дом, дверь в дом, дымок струился голубой. И как тихо отперлась тихонько дверь, отточая, и затворилась опять. Она для него открылась. Понимаете, замечательная совершенно деталь. То есть, не для него. То есть, там уже дымок есть, то есть, там есть очаг, там уже свой мир, вот дом и свой мир. То есть, этот мир не для него, этот путь не для него. То есть, он не слышит промысл, он не внимает промыслу. Именно. Страстный человек. Промысл был в другом. Конечно же. Его судьба. Ну, и опять... И вот дорогу прямой пустился робкой и немой. Широкий путь, прямая дорога, куда она ведёт? И только узкий путь ведёт ко спасению. А он пошёл широкой дорогой. То есть, вот тем, который, так сказать, можно с тростями. И тут с пути сбиваться стал. А вот тут зарабатывал промысл. То есть, вот пошёл широкой дорогой и, тем не менее, почему-то заблудился. Напрасно в бешенстве порой. Что это беснование получается? Да-да. Я рвался отчаянной душой и рвал терновник, спутанный плющом. А терновник с кем? Сейчас уже аллюзия. Ну, конечно, это... Понимаете? Вот поэтому терновый венец. То есть, у него есть свой крест, который он должен понести. Понимает ли он, страстный человек? Он не понимает. Абсолютно он этого не понимает. Но Господь ведёт его. Именно. Да. То есть, вот Божья воля, она всё равно совершается над этим человеком, потому что она его ведёт ко спасению. Он действительно бунтует. Он действительно бунтует против Божьей воли. Но это бунт не положительного яркого героя. Наоборот, это бунт заблуждающегося греховного человека, который не видит и не слышит Божий промысел. И куда завела его воля? Страшней и гуще лес был. Чёрный, вечный лес кругом. Страшней и гуще каждый час. И миллион чёрных глаз смотрела. Ночи темнота. Возвеси каждого куста. То есть, от света он пришёл опять в ночь. Он убежал в ночь, в грозу, и возвращается ночь. Он всё время в ночи. Да, он в ночи. И опять же-таки, в ночи поединок его с Барсом. Да. И тут вот получается, что он, вот то самое звериное, что в ней съесть, так сказать, воплощается в большей степени. Да. Смертельный бой закипел. Ну, понятно, так сказать, вот борется. Это что? Какой образ создаёт в данном случае Лермонтов? Бой человека с Барсом или бой... Со страстями. Совершенно верно. То есть, вот какие страсти? И мы спленились, как пара змей, обнявшись крепче двух друзей. Опять образ змеи, да? Да. И смотрите, и как происходит озверение. Как будто сам я был рождён в семействе Барсов и волков. В то же время очеловечивание Барса. Да. То есть, вот почему же творение Божие. То есть, вот и мы здесь видим. Да. И он встретил смерть лицом к лицу. То есть, вот смерть от кого? Человека. Но здесь некий тоже горский идеал. Как битвы следуют бойцу. Совершенно верно. Он всё время проецирует на некие исторические, на некие историасовские и реалии того времени, и исторические реалии. И опять символизм. Я вышел из лесу, и вот проснулся день. Да. То есть, путь со страстями в ночь в тёмный лес, и выход оттуда в лучах. Ну, так же, как неоси, вы хорошо заметили. Да, совершенно верно. Ну, и вот, смотрите, вдруг Дани колоколозвон раздался вновь и в тишине, и тут всё ясно стало мне. О, я узнал его-то час. То есть, он... Ну, вот в этом традиция русской литературы. Он абсолютно следует традиции русской литературы. Да. Благовест. Да. Колокольный звон, который зовёт на службу людей. Ну, подлинный дом. К Богу. Подлинный дом, да. Божий дом. Да, я заслужил. Я жребий мой. Вот теперь происходит смирение. То есть, нужно было три дня для проявления страстей. И вот теперь... В Аде. Да, в Аде. В Азиатах. И вот теперь, наконец-то, я жребий мой. То есть, вот, наконец-то, он начинает осознавать божий промысел о нём. Поэтому и исповедь. Смирение. Поэтому и исповедь. Именно. Вообще, русская литература, она вся исповедальна. Исповедальна, да. То есть, вот она носит такой исповедальный характер. Ну, и вот, смотрите, и когда уже, ну, там, измея, так сказать, третье изменение, тройным свиалоса кольцом, как, так сказать, вот три его дня испытаний, зачем это заканчивается? И было всё на небесах светло и тихо. Когда он обретает покой, когда он возвращается в монастырь. Да. Потому что там были страсти, а теперь вот покой. И вот здесь уже божий свет появился. Так найден я и поднят был. Смотрите, уже не его воля. То есть, он не мог уже тут ничего делать. Смотрите, когда получается то, что человек не в силах створить сам свою волю, тогда уже проявляется божественная воля. Найден, поднят, я кончен, вера моим словам. Мой труп холодный и немой, не будет лет седьмой, родной. И там, значит, оттуда он ушёл. Куда пришёл? Прощай, отец. Был старик, вы правильно заметили. А теперь уже отец. Дай руку мне. Отец, дай руку. То есть, на руку можно опереться. К тому же можно рассмотреть это, как он просит руку не конкретно монаха, но через него он завёл к Богу. Отец. Несомненно. В руце Божьей. Конечно. Судьба всякого человека. Да, и вот тут мы уже видим, что он действительно, как он называет, хотя и пытается он как бы осознать то, что с ним происходило. Пускай в раю, в святом заоблачном колю, мой дух найдёт себе приют. Увы, за несколько минут, может, у крытых и тёмных склад, я б ребячество играл, я б рай на вечность поменял. То есть, последние слова этого самого островного человека. То есть, он рай бы, но это выбор юности, да? А вот когда я стану умирать, и верь тебе ещё недолго ждать, наш сад, в то место, где цвели акации белых два куста, то есть, теперь уже получается так, что трава между ними так густая, свежевоздук и так далее, то есть, это уже божий сад. Да, образ рая. Образ рая, да? Это уже монастырь, сияние голубого дня, упьюсь я в последний раз, откуда видел и Кавказ, и так далее, и заканчивает он, он мне при эту страну, да, в полголоса поёт. И с этой мислью я засну и никогда не прокляну, ни к чему приковано его сердце. Никого не прокляну, да? Что происходит? Кто умирает? Умирает юноша. Умирает Мцири. И одновременно ветхий человек. А кто рождается? Рождается Берри. Рождается монах. Со смертью Цери рождается монах. И теперь законцовано, теперь мы можем вернуться в начале, и мы встретимся с этим стариком-монахом, который, собственно, вот эту исповедь... Понял, да. Который и дал, так сказать, вот рассказал, да. Который показал нам свой духовный путь. Вот на этом замечательном финале мы и закончим сегодняшнюю нашу передачу. Спасибо. До свидания. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин